Я, например, голосовал бы в любом случае за Путина. Потому что, кроме Путина, Россию поддерживать некому. Так что, пускай будет Путин. Раз уже все решили, что будет Путин, пускай будет Путин. Лишь критиковать и не предлагать свой вариант решения проблемы – это не совсем честно. Во все времена коллективное брало верх над индивидуальным. Поэтому для трансформации того или иного сценария происходящего важно формировать вокруг себя круг единомышленников. Все самые могущественные империи прекращали существование в момент своего рода фазового перехода, когда количество несогласных с положением вещей воплощало некое качество, будь то революция или переворот, меняя не только границы государству, но даже типы и темпы развития целых общностей. К чему, собственно, следует призывать людей волею судьбы, оказавшихся во власти тиранических режимов? Вот, например, многим известна фраза «Хорошие люди должны держаться вместе». А что такое эти самые хорошие люди? Умные? Красивые? Добрые? Нет, не обязательно. Хотя было бы неплохо. На самом деле, гораздо важнее совсем другой критерий. И этот критерий – картина мира, которой оперируют люди. Вам может показаться, что мы все, 7 миллиардов человек, живем на одной планете. Но это далеко не так. Мы все живем в параллельных мирах, которые иногда пересекаются, а иногда нет. В мире одного человека его страна может быть могущественной и встающей с колен. Мы подняли нашу страну с колен. А в мире другого это же государство является нищим и умирающим. В доме престарелых Якутска морят голодом одиноких стариков. Обитатели этого концлагеря современности сначала принимали свою участь, шутили, лишь бы не было войны. Но с каждым днем порции в столовой становились все меньше. Скандал в Воронеже. Родственники 89-летней женщины обвиняют местных медиков в серьезной ошибке. Якобы вместо больной ноги они ампутировали женщине здоровую. Пенсионерка Мария Дронова в 3-й городской больнице Воронежа теперь под особым контролем главного врача. Он, видимо, следит, чтобы его подчиненные еще чего-нибудь не напутали. Родственники 89-летней пациентки рассказывают, операцию ей делали в праздничный день 4 ноября. Итак, вся страна сегодня отмечает День народного единства, праздник в честь событий 4-х вековой давности, когда люди разной веры и национальности под знаменами Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов, положив конец смутному времени. Столица Сибири гуляет и угощает сегодня на фестивале традиций народов в России. Накормят, напоят, закружат танцы, а также предложат спеть на скоте языков огромной страны. Это было как в фильме ужасов. То есть сначала пронесли, говорит, ногу эту, отрезанную на глазах у родственников. Потом зашел сын к ней, побеседовал, вышел. Потом зашла жена его. Подняла одеяло и увидела, что ту ногу, которую должны отрезать, она на месте. А открыв дальше одеяло, увидела, что нет левой ноги. Сильная Россия – это объединенная Россия. Когда все народы, все жители нашей огромной страны в одном кулаке. И мы все вместе когда. Друг воронежских лекарей мог пострадать еще один пациент. Год назад врачи третьей городской больницы прооперировали Александра Дмитриева. Все вроде прошло успешно, но боли не отпускали. Недавно выяснилось, в теле мужчины медики забыли марлевый тампон. Представляете, кошмар. Кто-то смотрит на Искандеры, кто-то смотрит на запуск булавы. Вообще, это ракета булава и есть инструмент превращения Соединенных Штатов Америки в радиоактивный пепел. А кто-то на растущий фекальный сталагмит. А что происходит? Не знаю, что происходит. Это вот из-за говна всего по стояку и все текет. А почему течет? Не знаю, без понятия. Это 6 лет уже так происходит. То есть это фекалия у вас? Да, это фекалия. И сколько этих сосулек тут? Ну вот одну убрали там на улице, вот вторая растет уже. У вас в квартире тоже там запахи и все дела? Да, у нас дома запахи и все. Вот здесь, считай, мы живем. А у меня дети маленькие, трое детей. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Для кого-то полученная сумма денег – это обычный заработок, а для кого-то она же – взятка. Для кого-то иностранцы – враги, а для кого-то друзья. Принято немало действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости изолировать от общества коррупционеров. Расик ни в чем не виноват! На этот раз вечным невиновным рафиком выступает мэр Нижнего Новгорода, Единоросс Иван Корнилин. Я думаю, что мы каждый месяц будем к этому возвращаться, потому что нам нужно обязательно знать пополнение средств и сколько будет средств каждый месяц доходы. И, конечно, будем очень тщательно смотреть на расходы. Мы нашли у этого деятеля аж две квартиры в Майами стоимостью 130 миллионов рублей. Квартира оформлена на его жену и дочь, и, конечно же, нижегородский городначальник не указал их в декларации. И в связи с этим, если действовать строго по закону, мэра должны были немедленно отстранить от должности. Мы со своей стороны написали все необходимые жалобы, приложили документы на квартиры, приложили интервью мэра о том, как он хвастается своей крепкой семьей в то время, когда он уже был собственником американской недвижимости. Это нам понадобилось потому, что Корнилин, в общем-то, не отрицая факта покупки недвижимости в Америке, заявил, что это все принадлежит жене, с которой он недавно развелся. Вы развелись с женой, чтобы не декларировать имущество? Нет. Ну, то есть такой обычный трюк, но его собственные интервью подтверждают фиктивность вот этого развода. Мы доказали, что легального дохода Ивана Корнилина за все годы его работы даже и близко не хватит для приобретения таких активов. То есть мы со своей стороны, ФБК, полностью изобличили этого замечательного путинского патриота и просто преподнесли его органам следствия и прокуратуры на блюдечке с голубой каемочкой. И вот приходит ответ из прокуратуры, в котором сказано, что мэр города Нижний Новгород совершенно невиновен. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования на данный момент не имеется. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Взгляд двух людей на одни и те же события, персоны, факты, планы, цифры может оказываться не просто разным, а диаметрально противоположным. Мы дышим одним воздухом, но какие-то части нашей картины мира могут просто отсутствовать у других людей. То, что для нас важно, для них даже не существует. Мы можем говорить на одном языке, но не понимать друг друга. Москва, русский город! Россия будет свободной! Слава России! Героям слава! Китай, он из Сибири! Сибирь будет русской! Картина мира определяет наше поведение сильнее и точнее, чем генетические коды или тип темперамента. Если в карте мира одного человека впереди пропасть, а в карте другого ровная дорога, то эти люди будут действовать принципиально по-разному. Наша карта реальности – самая весомая часть нашей личности. В ней есть и наш опыт, и цели, и ценности, и убеждения. Все то, что делает нас нами, а не кем-то иным. Соавтору этого материала, российскому блогеру Вадиму Жартуну, интересны люди с интересными картинами реальности. А тут уже все просто. Есть три качества, которые делают карту интересной. Первое. Сложность. Чем карта шире, подробнее. Чем большее количество взаимосвязей содержит, чем больше в ней нового для меня, тем лучше. Должно быть пространство вариантов, и выбор должен быть у людей большой. Чем больше выбор, тем интереснее жить. Второе. Адекватность. Хорошая карта содержит правдивую и непротиворечивую информацию о том, что уже произошло, позволяя строить точные прогнозы. Из истории ясно, да, что когда происходит замыкание в себе, то это ведет к тупику, просто к тупику. И мы придем к тупику, потому что, ну, сейчас общество, оно открытое стало, более широкое. И мы не можем обособленно других развиваться. То есть это, ну, это неправильно. Мы отстанем. Мы просто отстанем. Как отстал Советский Союз в свое время, да. То есть реальность такова, что мы отстали. И третье. Гибкость. Мир быстро меняется, и карта должна меняться вместе с ним, не застывая намертво в предубеждениях, установках и аксиомах. Режим держится на завистниках. Мы все понимаем, да, нефтяная главная, заколотка, все, нефть дешевелит и на ней держалась. Да, понятно, свиношальные деньги, авантюра заканчивается. Но, я вас уверяю, не только нефть. Потому что проблема финансовая уже давно в стране. И многим очевидно, что будет хуже. Но, все равно нету такой, нету обвала поддержки режима. Нету. А многие прямо до сих пор так и продолжают. Объяснимо все очень просто. Не скажу, что большинство, но очень большой процент. Ну, не знаю, 60, 50, 60 процентов. К сожалению, вот это антропологическая беда после совка, после неестественного отбора. Этим людишкам они радуются, что пусть у меня будет плохо и даже хуже, но главное, что вот и у того гада, который так хорошо живет, вот у него тоже будет хуже. Понимаете? Вот на этом держится все. И Сталин был не просто так. Он тоже это усвоил. Он тоже из маленьких, убогих, нищих бандитов. Он был нищий бандит. И он завидовал всю жизнь чистеньким. И поэтому он сделал ставку на ублюдков, которые завидуют чистеньким. И остальных он вырезал. А ублюдки, которые завидовали чистеньким, они разразились огромным количеством, так сказать, потомства. И через одно поколение, это уже и геометрическая прогрессия, получили то, что мы получили. В 90-е годы, я повторяю 100 миллионный раз, никакая демократия не победила. Просто выду настолько обнищала, не было на прилавках ничего, что им было неважно, кто придет, что будет делать. Вот и все. А и органы, и партийцы перевели в собственность то, чем владели они временно при совке. И, в общем, все это продолжилось только еще более подло. И не провели иллюстрацию. А почему не провели? Потому что, а кто будет проводить, они все участвуют. Сейчас, конечно, надо, но очень сложно. И, как я сказал, отвечая на ваш вопрос, никогда. Люди, обладающие этими качествами, стараются расширять свой кругозор, проверять на прочность собственные прогнозы, отказываться от оказавшихся неверными предположений и делают все, чтобы расширить и сделать более адекватными карты реальности других людей. Это своего рода способ делать мир лучше. Иногда это бывает не очень просто, потому что всегда есть те, кто пытается манипулировать другими, внося в их карты реальности ложные предпосылки. А я коренная москвичка, а вы поганые сволочи. Мы вам пенсию перестали везти. Пенсию завтра не заплатят. А что, мы вам должны пенсию платить? Нам? Да. Нам? Да. Не так же, как и вам платят государство. А завтра нам и вам не заплатят. Вы будете довольны? Буду. Да, буду довольна. Зато Крым наш, да, наш. А зачем он вам? А у меня там родственники жили. Да, греки мои, родные, да. Да, вот и все. Сейчас очень интересное время. Сложное, переломное, когда многое меняется на глазах. И эти изменения помогают увидеть дефекты в картах реальности, своей и окружающих нас людей. Приходится с сожалением замечать, что так называемые патриоты, или как их еще называют, ватники, обычно имеют в своих картах несколько таких дефектов. Первый. Склонность к редукционизму. Когда в древности люди не могли объяснить сложное природное явление, они списывали происходящее на действия богов или духов, а успех в делах связывались с тем, насколько их удалось задобрить молитвой и жертвами. Сейчас, будучи неспособными разобраться в сложных экономических механизмах, они винят во всех своих проблемах мифическую мировую закулису, пятую колонну и внешнего врага, а решить их, надеются, хорошенько попросив об этом национального лидера. Второй дефект. Противоречивость. В их воспаленном сознании мы живем замечательно, но нужно потерпеть. Мы великая страна, но встаем с колен. Террористы в Украине соблюдают перемирие, одновременно добиваясь значительных успехов в наступлении. Правительство – вредители, купленные Госдепом, но Путин, который их назначил, сильный и независимый лидер. Список можно продолжать до бесконечности. Все поддерживают Путина. И я поддерживаю. И вся Россия поддерживает Путина. И вся Россия поддерживает Путина. Третий дефект. Косность. Им все время нужно вернуть что-то из прошлого. Империю, СССР, плановую экономику, высокие цены на нефть, отменить санкции, чтобы вновь ощутить почву под ногами. Они гордятся прошлыми победами и достижениями. Они игнорируют любые доводы и аргументы, которые не вписываются в их картину мира. Да здравствует народ! Да здравствует новые победы! Да здравствует армия народа! Армия победительница! Ура! Ура! Частое столкновение с такими людьми заставляют опускаться руки и ставят под сомнение разумность людей в принципе. Проверять себя на адекватность, рассеивать заблуждения, расширять свои знания и заглядывать в будущее, гораздо легче, когда рядом с тобой находятся те, кто разделяет твои взгляды, те, с кем у тебя общие ценности, те, кто делает тебя лучше. Таких людей всегда немного, но они есть. Поэтому не забывайте, что хорошие люди должны держаться вместе. Ищите хороших людей, поддерживайте, помогайте друг другу, и тогда рано или поздно все будет хорошо. Ну что вы делаете? Мы делаем то, что мы хотим. По разрешению мэрии. Ну понятно. Разрешенный педагог. У вас другое мнение? Абсолютно. Ну замечательно! Я уважаю ваше мнение. А я ваше, извините, нет. Вот вы провоцируете простой... Никого не убиваем. Мы никого не убиваем. А кто их убивает-то? Путин. Наши войска там есть. Путин убивает. Да бред это бред. Почему-то я вот простой мужик, да. Мне этим заниматься не... И я простой мужик. Мне этим заниматься никогда. С кому заниматься? У меня отец украинец, мама русская, с кем мне воевать? С кем воевать мне, а? Скажи мне. Я говорю, у меня отец украинец, мама русская, с кем мне воевать, парень? Мы еще интересуемся... Да будет вам известно. Вы мало того, что не информированы, вы плохо информированы. Хорошо, дорогой товар. И несете... Что вас смущает? Не щуки. Вам что-нибудь говорите? Скажите, пожалуйста. Нам это, например, как россиянам, вот это не требуется. Мы... Нам это чуждо. Они изначально были в нашем едином русском государстве. Украинские сепаратисты отсоединили, придумали себе язык, придумали себе гимн, придумали какой-то флаг, придумали себе государство. Вот. И теперь... И теперь... Вот кто истинные сепаратисты, да? Откуда украинское государство сделалось-то? Русское пересуществовало, русское государство... Все это Россия, да? А что это, Украина такое? Расскажи мне. Так, Украина... Это некая территория определенная, да, которая и называлась Украина, Краина. И поляки ее называли Краиной, и русские ее называли Краиной, потому что это была территория между, просто территорией. Какой такой украинский этнический народ ты взял? Что наехали, блядь! Сука, блядь! Фашизм! Субтитры создавал DimaTorzok